Здравствуйте! В эфире основные политические новости дня. В студии я, Эльчин Рагимзаде. Запущен южный газовый коридор в Европу. Во вторник утром состоялась церемония запуска южного газового коридора ЮГК, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Запуск ЮГК на Сангачальском терминале осуществил президент Ильхам Алиев. Проект южного газового коридора предусматривает транспортировку в Европу через Турцию азербайджанского газа. ТАНАП уже построен, и церемония его запуска с участием президентов Азербайджана и Турции создается 12 июня. Во вторник утром состоялась церемония запуска южного газового коридора ЮГК, предусматривающего создание инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу. Запуск ЮГК на Сангачальском терминале осуществил президент Ильхам Алиев. Проект южного газового коридора предусматривает транспортировку в Европу через Турцию азербайджанского газа. ТАНАП уже построен, и церемония его запуска с участием президентов Азербайджана и Турции состоится 12 июня. Далее газ пойдет из Европы по трансадриатическому газопроводу ТАП, соединяющему Грецию, Албанию и Адриатическое море на юг Италии. Кнессет Израиля отказался обсуждать вопрос о так называемом геноциде армян. Спикер Кнессета Юлий Эдельштейн убрал из повестки дня израильского законодательного органа проект решения о признании геноцида армян в Османской империи. Об этом пишет «Зарусалимпост» со ссылкой на пресс-секретаря спикера. Голосование по проекту решения о признании геноцида армян было назначено на вторник, 29 мая. Представитель Эдельштейна отметила, что голосование по проекту было отозвано из-за неясности, поддерживает ли это решение парламентское большинство. Таким образом, спикер решил избежать конфуза. Сообщается, что многие израильские полументарии могли проголосовать против, так как принятие этого решения может использовать отношения Израиля с другими странами. Назначен новый начальник Государственной службы ветеринарного контроля при Министерстве сельского хозяйства. Как сообщил «Апоэкономикс» пресс-секретарь Министерства сельского хозяйства Анатоль Гусейнов, приказом министра Инама Керимова на эту должность назначен начальник Государственной службы ветеринарного контроля города Гянджи Пагандурж Зарев. Сегодня в Бакинском апелляционном суде продолжился судебный процесс по апелляционной жалобе находящегося под арестом бывшего начальника Главного управления по безопасности в сфере энергетики и транспорта, упраздненного МНБ, генерал-майора Акифачев-Дарова и других. Как сообщает АПА, на процессе под председательством суди Фаика Гасымова было объявлено решение. Согласно решению, жалобы не были удовлетворены. Отметим, 30 октября прошлого года решением Бакинского военного суда Акифачев-Даров был лишен свободы сроком на 12 лет. Суд также принял решение направить президенту страны представление о лишении Акифачев-Дарова генеральского звания. На этом все. Всего доброго. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok